МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сотрудник ГИБДД прокатился в дверях по Северодвинским улицам. Предположительно, пьяный водитель не хотел сдаваться полицейским. Вещи первой необходимости собирают для пожилых северодвинцев. В городе продолжается акция «Подарок ветерану» к 9 мая. В Северодвинск пришла оттепель. Старейший рок-фестиваль растопил сердца поклонников этого жанра. В финале все те же. А какой итог узнаете в рубрике «Спорт»? Команды «Звездочка» и «Динамо» разыграли кубок по мини-футболу. 178,5 миллионов рублей потратит городской бюджет в этом году на ремонт зданий школ и садов. Более всего средств отдадут 12-й школе. Ей нужно усиление конструкции. 4 миллиона достанется бассейнам. Как еще распределили средства, расскажет Александр Петровский. 12-я школа ждет ремонта с 2015-го. Половину здания признали аварийной и закрыли. Ученики остались без спортивного зала, мастерских и некоторых кабинетов. 23 класса, почти 600 учащихся были разделены между двумя школами. 38-й и 12-й. Проблема есть, особенно учителей физической культуры, музыки, иностранных языков. Потому что им приходится совмещать свою деятельность в помещениях двух школ. На укрепление фундамента школы выделено почти 8 миллионов рублей. Подрядчик продолжит работу и в следующие два года. Помимо 12-й отремонтируют и другие образовательные учреждения. На все выделили более 178 миллионов рублей. Из масштабных изменений – открытие новой группы на 15 человек в детском саду номер 95. Это разгрузит очередь и обеспечит качественное воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Более полутора миллионов дадут на ремонт кровли школы в поселке Белое озеро. Почти 11 миллионов – на взамену окон в 37 образовательных организациях. В том числе 5 миллионов по программе энергосбережения. Отдельного внимания заслужили бассейны. Сейчас будем в рамках нашей программы развития образования, скорее всего, будет целая подпрограмма по ремонту бассейнов и содержанию их. На них потратят более 4 миллионов рублей. Отремонтируют бассейны в 29-й школе и в 87-м детском саду. Кроме того, оборудуют систему подготовки воды в детском саду номер 15. Переход на энергосберегающие технологии наметился и в освещении. Более 2 миллионов рублей потратят на закупку и установку светодиодных светильников. 22 миллиона рублей пойдет на установку автоматической пожарной системы и замену огнестойких дверей. Более скромные траты запланированы на ремонт пришкольных площадок, крылец, систем водоснабжения и отопления. В администрации города надеются, что все работы будут выполнены в срок и следующий учебный год начнется в более комфортных условиях. Александр Петровский, Владимир Богомолов, Станислав Крылов, Вестник Северодвинска. Выйдут вместе и проверят 20 проблемных домов. Прокуратура Северодвинска провела совещание по качеству капитального ремонта по жалобам горожан. В межведомственной рабочей группе представителей управляющих компаний и администрации города. 34. Столько северодвинских домов должны были капитально отремонтировать за счет взносов жильцов в региональный фонд. Из них на 100% приняли лишь 13 объектов. Разобраться с проблемными собрали сегодня в прокуратуре сотрудники правоохранительных и контролирующих органов города и руководители управляющих организаций. Последние перечислили все больные места в реализации программы за последние пару лет. Мне принимают работы по гарантийным обязательствам подрядчика. Например, разрезают тоже жиление на 20-й день. У нас там выполняла ремонт посады фирмы мастер. В день на 35-37 угловой дом в 16-м году, в мае, приступили к работе, потом подрядчик, видно, не справился, ушел. И сейчас продолжает работать другой подрядчик. Так что вот на сколько, если 41 день, то они работают уже второй год. Еще одна проблема, она в принципе у всех, это халявство выполнения. То есть кидают мусор в канализацию в результате засор. Жалуются управляющие компании на специалистов фонда. Говорят, от того, кто конкретно ответит по телефону регионального оператора, зависит, решится ли вопрос или подвеснет на неопределенное время. По результатам проверки накажут и подрядчиков, и фонд. Меры прокурорского реагирования будут приниматься, во-первых, к подрядчикам, которые ненадлежащим образом выполняют работы. Это путем внесения представлений будет прокурор реагировать. При фактах выявления недобросовестного выполнения работ, либо оплаты работ при невыполнении работ, будем решать вопрос об уголовной ответственности. Мы готовы оказывать помощь, поддержку и будем выделять специалистов. Тем более, что мне сейчас дают еще одного специалиста. С некоторыми подрядчиками уже расторгнуты контракты. Уже завтра прокуратура выйдет на объекты с проверкой. Сообщать о проблемах с проведением капремонта можно на горячую линию прокуратуры. Телефон вы видите на экране. Конкурсу точка отсчета дан старт, но времени на прием заявок совсем немного. Руководители некоммерческих организаций Северодвинска, которые были зарегистрированы в 2016 году, просят прийти с документами на Байчука 2 до 5 мая. В чем резон участия, расскажем далее. Вот, например, Павел Тарумный, ведущий инженер ФКБ, лауреат Луноцовских премий, два или три раза. То есть вообще очень известный. Любительский театр, актеры не профессионалы, но все свое свободное время занято здесь в спектаклях для детей и иногда для взрослых. Театр-студия «Премьер» зарегистрирован как некоммерческая организация в 2014 году. В 2015-м стал участником конкурса «Точка отсчета». Получил материальную помощь на свой старт. О себе актеры заявили фото-выставкой, которая и по сей день здесь, в студии театра. Деньги небольшие, 10 тысяч, но мы решили потратить их так, чтобы можно было от года к году возвращаться глазами, видеть эту поддержку, то есть ее ощущать не только как бы вот то, что мы сделали, а оно и как-то в памяти себе оставить. Мы решили сделать вот эту фото-выставку, на которой, сзади меня тут она расположена, на которой представлены наши волонтеры, люди, которые взрослые, работают на основной работе на заводах, инженерами там, экономистами. Точка отсчета – конкурс для начинающих НКО. Сегодня идет прием заявок. Времени мало успеть надо до 5 мая включительно. То есть это самые молодые общественные организации, которые существуют совсем ничего, около года, и только делают первые шаги, скажем, по пути социального проектирования. Правила участия в конкурсе достаточно простые. Первое, что нужно сделать, это нужно просто взять свои документы и прийти в отдел общественных связей администрации города Северодвинска. Отдел общественных связей администрации Северодвинска находится в ЦК ИОМ на Бычуке-2 на третьем этаже. В свое время победителями точки отсчета становились организации доверия «Схиталец», «Союз Чернобыль», «Общество инвалидов», которые сегодня активно развиваются и ежегодно получают муниципальные гранты на свои социальные проекты. По итогам конкурса «Точка отчета» выигранные деньги можно потратить на покупку техники, на проведение презентационных мероприятий или на информационные материалы. Валентина Приходько, Александр Дятлев, Станислав Крылов, «Вестник Северодвинска». В мэрии Северодвинска сегодня подвели итоги отопительного периода и наметили планы на подготовку к следующей зиме. Мэр Михаил Гмэрин особо отметил, чтобы следили за работой ТЭЦ-1 в следующем отопительном сезоне. Она должна быть бесперебойной. Кроме того, на совещании с руководителями сферы ЖКХ и управляющих компаний мэр обсудил уборку на улицах, подготовку к 9 мая и пожарную безопасность жилфонда. Особое внимание придомовым территориям. Михаил Гмэрин просил лучше убирать проезды, пешеходные дорожки, контейнерные площадки и своевременно вывозить отходы. А если где-то замечен мусор, тут же сообщать об этом в комитет ЖКХ. В частности, это касается тротуаров, за которые отвечают подрядные организации. А руководителям комитета ЖКХ, транспорта и связи, мэр дал поручение провести ревизию леерных ограждений. Есть ряд ограждений, которые чугунные делали в свое время. Они же очень качественные. Там где-то чуть-чуть она упала, значит его можно подварить, сделать каким-то образом. Надо смотреть тоже. А где-то замену надо полную. Что касается пожарной безопасности в городе, руководители управляющих организаций получили задание проверить чердаки и подвалы многоквартирных домов, чтобы туда не проникали посторонние. В Северодвинске перекроют площадь Победы 4 и 7 мая. Здесь пройдут генеральные репетиции к празднику. В четверг движение автомобилей от Советской до Плюснина будет запрещено с 14 до 15 часов, 7 мая с 10 до 12. Также автовладельцев просят убрать свои машины в районе площади 8 и 9 мая. А ветеранам нужна наша помощь. Теплые носки, средства личной гигиены, кроссворды, сладости собирают сегодня для них в подарок. В городе проходит акция в помощь тем, кто всю жизнь отработал на предприятиях, но сейчас помощи от них не получают. Мы вас любим и в этот праздник желаем вам счастья, здоровья и чтобы у вас все было хорошо. Спасибо, дорогая, маленькая. Поздравления от школьников принимает Мария Ивановна Еремеева. Сегодня 87-летней женщине подарки дарят ребята из 30-й школы, а также представители Совета ветеранов 11-го округа. Теперь у женщины новые прихватки, чашка, самодельная кукла-травница, конфеты. Также дети прочитали стихи. Я бы звезду эту, сыну отдал, просто на память. В небе висит, пропадает звезда, некуда падать. Сейчас гостеприимно, после того, как мы все расскажем, говорят, давайте ему шоколадку, но мы все равно отказываемся, нам дальше все равно предлагают. Но не будем спорить, чтобы не обижать, все равно берем. То, что они так много сделали для нас, и мы должны их как-то отблагодарить, чтобы они помнили. Сегодня к Марии Ивановне гости пришли в рамках акции «Подарок ветерану к 9 мая». Вещи первой необходимости дарят тем северодвинцам, которые трудились на предприятиях, но сейчас те закрылись. Мария Ивановна проработала 42 года на кинобазе военно-морской базы. Женщина проверяла фильмы на кинопленках. Предприятие закрылось несколько лет назад. Сейчас Мария Ивановна ведет активную жизнь, помогает воспитывать шестерых правнуков, ждет праправнука. Меня уже по рамках ждут, что-то Мария Ивановна, уже день победы. Мало того, она и педикюр делает, и маникюр. Мария Ивановна на кинобазе работала до пенсии, говорит, на работу приходила как домой. И сегодня продолжает дружить с коллегами по цеху. Но поддержки от ликвидированного предприятия нет. Раньше путевки давали каждый год, у меня ноги тут болели. Это уже я, это как профсоюз обеспечивала. Профсоюз. Это не то, что сейчас. Сейчас помощь требуется более ста ветеранам 11 округа. Им необходимы теплые носки, сладости, средства личной гигиены, одежда, кроссворды и многое другое. Пока вот у нас очень мало таких предложений. Может быть, уже как-то надо иначе это переименовывать. Но вот, по крайней мере, спасибо таким людям. Не важен сам подарок. Самое главное, чтобы теплота, доброта, что о них помнят, о них знают. Сделать подарок ветерану может каждый. Акция продлится до 9 мая. Подробности можно узнать у организаторов по номерам, которые указаны на экране. Евгения Акарельна, Семен Самигулин. Вестник Северодвинска. Свободно передвигаться хотя бы по отделению. Пациенты травматологического отделения нуждаются в креслах-каталках. У многих горожан они просто лежат без дела на балконе. Специальный транспорт можно пожертвовать больницам. Александр Петровский продолжит. Без коляски эта пациентка несколько месяцев бы просто лежала в постели. Свободу передвижения ей подарили совершенно незнакомые люди. Два кресла-коляски травматологическому отделению 2-й горбольницы пожертвовали в Северодвинсе. Больные, поступающие к нам, они поступают, как правило, с тяжелыми травмами, а нижние конечности они страдают чаще. И поэтому пациент, получивший травму, он маломобилен. То есть он лишен возможности устоятельно передвигаться. А это всегда наплавляет такой психологический отпечаток. Во всей 2-й горбольнице около 25 кресел на колесах. Нужно еще примерно 30. Сейчас помощь оказывает только местная общественная организация инвалидов с потерей слуха. У многих коляски просто занимают место на балконе. Их можно пожертвовать больнице. Люди звонят в удобное для них время. Мы подъезжаем, эту коляску забираем и привозим, передаем в больницу. Самое главное, что они могут приехать вместе с нами, передать сами лично, или просто отдать нам, и мы уже сюда передадим. По желанию человека, его коляску могут передать в любую больницу города. Телефон для связи на ваших экранах. Александр Петровский, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. В России вновь появятся гостовские продукты. Введут госстандарты для товаров премиум-класса. За три года в России разработают более 150 опережающих государственных стандартов с пометкой «Российская система качества». Они охватят как продукты питания, так и товары народного потребления. Одежду и обувь, бытовую химию, товары для дома, детские игрушки, школьную форму. Например, для красной икры добавится показатель содержания икорного сока. Если лишнего сока в икре более 5%, то продукт на знак качества не может претендовать. Для игристого вина не допускается искусственной газации. Для подушек и одеял введены дополнительные показатели на воспламеняемость. Для спортивной одежды на водоотталкивание. В прошлом году раскачество протестировало полторы тысячи товаров и почти 70% либо не отвечают обещанным на этикетках ГОСТом, либо не сообщают информации о себе. Знак качества присваиваться на три года, затем может быть отозван, если качество товара снизилось. Ну, а мы пока узнаем о погоде. Прогнозы на четверг подготовила Ирада. Недолго грелся Северодвинск. Затяжное похолодание приходит в город. Здравствуйте. О прогнозах в небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Далее в программе. Сотрудник ГИБДД прокатился в дверях по Северодвинским улицам. Предположительно, пьяный водитель не хотел сдаваться полицейским. Иностранцы проверили, как содержат заключенных в России. Представители Норвежской службы исполнения наказания посетили Архангельскую воспитательную колонию. В Северодвинск пришла оттепель. Старейший рок-фестиваль растопил сердца поклонников этого жанра. В финале все те же. А какой итог узнаете в рубрике «Спорт»? Команды «Звездочка» и «Динамо» разыграли кубок по мини-футболу. О метеопрогнозах на четверг расскажет вам небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рада, и наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». Шесть лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. Железнодорожная 34. 4 мая, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, температура воздуха ночью составит минус 1, днем до 3 градусов тепла. Облачно и небольшие осадки. Ветер северо-западный, слабый до 4 метров в секунду. Атмосферное давление практически не изменится и к вечеру составит 767 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 4 мая день «Ляльник». В старину была распространена традиция 4 мая водить хороводы вокруг яблони. Делали это молодые девушки. Так они лелеяли хорошую погоду. О теплой погоде расскажет черемуха. Зацвела в этот день ждать жаркого лета. Чем раньше появится цвет, тем сильнее будет жара. А первый гром 4 мая, значит, будет богатым урожай хлеба. А я напоминаю, что в медицинском центре «Семейный доктор» появилось новое современное оборудование для оказания услуги холтеровского мониторирования сердечного ритма. Приходите в медицинский центр «Семейный доктор» на железнодорожную 34. Я с вами прощаюсь, а «Вестник Северодвинска» продолжается. Продолжение следует... Осторожно перемещайся вдоль лунок и разломов. Отдел гражданской защиты администрации «Северодвинска». Телефон 58-34-54. Вы смотрите «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. Полицейские в Северодвинске обнаружили подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков. Ранее судимого мужчину за аналогичное преступление задержали в собственной квартире на Республиканской. У 40-летнего безработного изъяли наркотическое средство в значительном размере. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы. О других происшествиях в рубрике «Протокол». На этих кадрах сотрудники ВДД уезжают в дверях автомобиля. На Ломоносово в Северодвинске полицейские остановили подозрительного водителя. Предположительно, в состоянии алкогольного опьянения рулевой попытался скрыться. Возле Ломоносова 57, его задержали. Водителю назначен административный арест на 10 суток. Также ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2 лет. Еще один горе-водитель попался в Северодвинске. Мужчина принес липовое удостоверение судебным приставам. У злоумышленника должны были изъять права за долг по алиментам. По словам должника, права он купил за 80 тысяч рублей. Судебный пристав исполнитель вручил должнику требование о том, чтобы он предъявил свое водительское удостоверение для решения вопроса о возможном ограничении права на управление транспортным средством. По требованию судебного пристава исполнителя, должник предоставил ему указанное водительское удостоверение, которое впоследствии оказалось подложным. По данному факту возбуждены уголовные дела, и покупателю липовых прав, и продавцу грозит до 2 лет лишения свободы. Последний сейчас устанавливается. К слову, настоящих прав у должника нет. Архангельские тюрмы посетили норвежцы. Они провели урок в воспитательной колонии для несовершеннолетних. С чем связан визит иностранных коллег, знает Александр Петровский. Так необычно прошел урок у заключенных в Архангельской воспитательной колонии. Ее посетили представители директората национальной службы исполнения наказаний Королевства Норвегия. Цель визита иностранных гостей – знакомство с условиями содержания в колониях для несовершеннолетних. Программа направлена на гуманизацию исполнения наказаний в отношении подростков. Норвежцы положительно оценили работу своих российских коллег. Кроме этого, нам удалось сегодня посетить уроки, на которых присутствовали заключенные, поговорить с учителями. И было здорово наблюдать, что все заключенные вовлечены в образовательный процесс. Помимо школы, представители Норвегии посетили комнаты заключенных и столовую, где даже попробовали одно из блюд. Коллеги обсудили совместный проект «Тюрьмы-побратимы». Уже летом специалисты Архангельской воспитательной колонии посетят Норвегию, чтобы увидеть, как налажена работа там. А теперь я передаю слово Марии Воробьевой. Она расскажет о культурной жизни города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здравствуйте. В Северодвинск пришла оттепель. Арт-фестиваль с таким названием ворвался в наш город рок-музыка, электронными и гитарными саундами, ковер-версиями культовых произведений. А теперь обо всем по порядку. Открыла фестиваль молодая северодвинская рок-группа «31 Days». Недавно она отметила годовщину со дня рождения. Их конек – альтернативный лирический рок. На фестивале музыканты исполнили четыре песни. На дне одна из них. Я написала большой стих. То есть это о том, душевные переживания любого человека. Все, что накопилось, возможно, какие-то мысли, то, что нужно уйти поскорее из этого мира. Прекрасным женским исполнением и брутальным музыкальным запровождением порадовала зрителей архангельская группа «23-я планета». Виртуозы голоса используют в своих выступлениях скрипку. Впервые фестиваль оттепель прошел в регионе в 95-м году. После небольшого перерыва он вновь возродился в 2014-м. В свое время с оттепели начинали и культовые российские музыканты. Их тараканы начинали с оттепели. И Найк Борзов под гидой продюсер этого центра «Оттепель» тоже выступал в Архангельске. Фестиваль должен дать толчок и потоку мыслей в головах, допустим, молодых. Потому что музыкантов и зрителей. На старейший фестиваль северо-западного региона также приехала команда 90-х «Ангел Дорог». Короли-кавер-версии, экспериментаторы с электронами и этносэмплами группа «Джагангулу». А еще Милохандзина – музыкант из Хельсинки. Большое музыкальное шоу соберет ценителей рок-музыки и в следующем году. Все мы знаем, что скорость чтения проверяют в начальной школе. Повторить это во взрослом возрасте северодвинцам предложили в литературном турнире скорость чтения. Полуфинал поединка прошел накануне. За возможность выйти в финал боролись 20 чтецов. 40 секунд на текст, который видишь впервые. Условия для участников жесткие. Причем нужно преодолеть не только свой страх перед публикой, но и прочитать отрывок артистично, внятно, эмоционально и без тени смущения. Все мне в состоянии будет исполнять потаскушка, негодяй. Чтобы я стал за тебя отвечать полиции? Ах, ты пачкун, бревно глупое! Вон его, вон! Толстой, Чехов, Достоевский, Булгаков. Полуфиналисты читали отрывки из знаменитых произведений русских классиков. Самая главная цель нашего литературного турнира – привлечь внимание молодежи к книге и чтению. И путем таких соревновательных мероприятий, кто быстрее, кто выразительнее, кто интереснее может преподнести текст, вот именно таким способом мы хотим сделать такую пропаганду книги. По итогам литературной битвы в финал вышли 10 чтецов. Еще троих из числа сильных полуфиналистов выбрали члены жюри. В следующий раз ребята встретятся в мае. На сегодня это все культурные события нашего города. Увидимся завтра. Продажи карликовых и суперкарликовых саженцев от Омского питомника «Север». С 3 по 8 мая. Северодвинск, улица Южная, дом 167. ТК «Рынок на вертолетке». К юбилею Архангельской области свой регион раздает подарки за знания о родном крае. С 25 апреля каждый вторник и четверг в эфире «Отличного утра» участвую в викторине «Ума Палата». Успела ответить до 2 часов дня и выигрывай призы. Победителей объявим в тот же вечер в Вестнике Северодвинска. Викторина «Ума Палата». Каждый вторник и четверг в утреннем эфире канала «Свой регион». А сейчас о спортивных событиях. «Звездочка» и «Динамо» встретились в финале Кубка города по мини-футболу. Напомним, две недели назад они уже играли в матче за золото первенства ветеранов по мини-футболу. Матч получился очень результативным, а по его окончании прошла церемония награждения по итогам ветеранского мини-футбольного сезона. В матче за золото первенства команда «Динамо» испытывала проблемы с составом и уступила первое место «Звездочке» со счета 0-4. Финал Кубка по мини-футболу развернул соперников на 180 градусов. И теперь ягринцы по разным причинам недосчитались троих игроков основы. Но все эти разговоры в пользу бедных футболисты не рассуждают о трудностях, а выходят на поле и играют в футбол. Счет с забитым голом открыл Евгений Шубный, но до перерыва команда «Динамо» ответила тремя забитыми мячами. У «Звездочки» была масса голевых моментов, чтобы отыграться, но великолепная игра голкипера Юрия Кузнецова разбивала их старания. Во втором тайме преимущество «Динамо» стало более ощутимым. Конечно, футболисты «Звездочки» бились до конца, но одного старания оказалось мало – 8-5 и Кубок Города за «Динамо». Взяли полноместный реванш. Мы действительно сегодня доминировали в первом и втором тайме, поэтому результат справедлив, я считаю. А ребята хражались за последние минуты. Мы вели довольно крупно, и половину второго тайма они сыграли просто превосходно. Проблемы с составом сыграли не в вашу пользу, либо есть какие-то другие проблемы? В нашей команде сегодня мы не реализовывали моменты, которые голевые стопроцентные были. И я скажу, что у них сегодня оба воротчика отыграли просто на 5 с плюсом. Все тащили, все, что летело в ворота. Но если вы смотрели, вы это видели. Что касается мест в первенстве города, то бронзовые награды у команды «Спектр», серебряные у «Динамо» и золотые у «Звездочки». Не только играл, но и забивал в этом году. Страшно сказать, на седьмом десятке номинация «Супер ветеран» Николай Васильевич Кулаковский. Также личными номинациями были отмечены лучший бомбардир Александр Пилия, голкипер Александр Бычер, защитник Александр Клыпин, самый ценный футболист сезона Сергей Шамин и лучший тренер Евгений Проурзин. За вклад в развитие футбола получил награду и ваш скромный слуга Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. На сегодня все. Материалы выпусков вы также можете посмотреть и на сайте Свой Регион ТВ. До свидания. Фирма «Стройкомфорт» выполняет все виды дачных работ. Заключите договор до 9 мая и получите выгодную рассрочку платежа. Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Ты сходил? Ну, сходи. Ну, сходи. Сходил. Подпишись на «Северный рабочий» онлайн на сайте nworkr.ru В четверг 4 мая по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и к вечеру составит 767 мм ртутного столба. Облачно – небольшие осадки. Температура воздуха ночью – минус 1, днем – 3 градуса со знаком «плюс». Спонсор прогноза погоды – газета «Северный рабочий». Оформите подписку онлайн, не выходя из дома, получайте газету. «Северный рабочий» вместе на все времена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова